Всем приветики! Сегодня вторник. Я сейчас выдвинулась из дома. Одна, без Трампа. Ник на работу пошел. А я выдвинулась в сторону торгового центра, где есть офис оператора ЛМТ, который у меня сейчас. Потому что у меня какой-то глюк с интернетом. У меня заявлено по тарифу, что у меня на неделю за 3 доллара безлимитный интернет по Латвии. И, по-моему, 30 минут без этих самых звонков по Латвии на любые операторы. Но у меня интернет не безлимитный. Более того, он работает через пень-козлячку. Вчера вот я была на встрече. Там знакомила Ника с агентством, которое я им советую. И проблема в том, что я к своему стыду даже не смогла их познакомить нормально, поскольку... Ну, все собрались на встречи в Google Meet, а у меня не работал звук. Причем я пыталась зайти из компа, из телефона. Видео у меня было, а звука нет. Вообще никак. В общем, они сами познакомились. Ну, там, пообщались по своим делам. И разошлись. Но ужасно, да. Вот то, что у меня это все не работает. А сегодня у меня начинается изучение испанского. В три часа у меня будет первый урок. И мне нужно, чтобы был нормальный интернет. Потому что вчера я пока у Ника с агентством была встреча. Я сидела... Ну, просто слушала. Звук хотя бы у меня был. Я их слышала. А сама говорить не могла, потому что я как собака. Все слышу, все понимаю, но сама говорить не умею. Вот. И сегодня нельзя, чтобы такое было. Мне нужно, чтобы у меня был нормальный интернет. В общем, поэтому я иду сейчас в офис своего оператора, чтобы они помогли разобраться, что же происходит с моим интернетом. Причем это уже не первый раз. И видео я... Несмотря на то, что у меня безлимитный вроде как интернет, я видео на YouTube гружу не со своего телефона, а вечером, когда или утром Ник рядом, он мне раздается со своего номера. И я на его Wi-Fi гружу. Потому что так на Никовском Wi-Fi у меня грузят минут 10 видео. А если я со своим суперинтернетом, то оно грузится там часов по 6. То же самое видео на минут 15-20. Это, конечно, ужасно. И если я гружу видео, то остальной интернет у меня вообще не работает. Вот. Поэтому иду разбираться. Надеюсь, что все получится. И интернет мне сейчас пофиксят. И вообще, может быть, какие-то настройки там, я не знаю, хитромудрые, до которых мы с Ником не докопались и не нашли. Может быть, они. О, где-то там поправят. Так что будем надеяться, что мне сейчас все починят. Решила зайти. Пока время на перезагрузку и обновление всех настроек с телефоном происходит. Решила зайти в собачий магазин, посмотреть трампу ошейник от клещей. Ну, и вообще, что тут есть интересного. О! Хочу есть все-таки новую переноску трампа. Потому что там прям, ну, как-то совсем тряпошно выглядит. Стрёмно. Так, вот здесь есть вот такая. Там внутри даже махнушка. Чтобы, по-моему, мягенько было спать. Вот, тут тоже все проветривающее. Проветриваемое. Так, голубенькая. Есть еще черная. Вот черная было бы лучше всего. Она вон еще со светоотражайкой на всякий случай. И тут всяким можно еду трампу, например, положить. Вот. Но она очень маленькая. Трамп сюда не влезет. Хотя тут тоже мягенькое дно. Так. Что тут еще есть интересного? Так. Ой, ну вот это, наверное, вообще огромное. Да, вот это как черная, похоже. Только побольше. 25 на 33 на 50. Ну, кстати, вот такую можно, если мне память не изменяет, в самолет. Так. И она жесткая, держит дно. Здесь тоже есть мягенькое дно. С пластиком, которое, по идее, не должно протечь. Если вдруг он там напиписает. Так. Нормально. Сколько это стоит? 43 евро. Вот. Вот вон еще костюмчики прикольные есть. Типа утепляшки. И что хорошо, у них здесь есть, смотрите, какая классная штука. Даже на ножки, чтобы продевать. Собаки ножки. И чтобы курточка не задиралась. Прикольно. Интересно. Это бренд. Бренд вот такой. Трикси. Есть еще вот такой костюмчик. Тоже со светоотражайкой. Тут и для ножек, и для задних, и для передних. Все есть. И что круто, молния сзади. Чтоб не выворачивать собаки ноги, лапы, когда надевается костюмчик. Вот поводок, как у нас. Ну, практически прорезиненный. Стоит 17 евро. Дорого что-то. Почти 2000 рублей. А шейник, который я хочу купить Фореста, стоит около 60 евро. Чуть-чуть меньше. Вот. В общем, надо посмотреть, сколько он на Marketplace 1 стоит. И, наверное, там заказать. Надеюсь, там дешевле будет. А сейчас вот я зашла в какой-то дешевый магазин. Пепка называется. Это что-то вроде нашей фамилии. Ну да, тут такая всякая. Дребедень продается. Немодная. Еще они. Так. Тут вот что, хорошо в таких покупать? Это домашнюю всякую утварь. Потому что в таких магазинах она недорогая. И может быть интересненькой. А вот шмот ужасный. Ну, вот опять я врезалась в шмот. Это ужас какой-то. Окей, как мы купили в Юске. Ой. Не помню только, сколько у нас было. Мне кажется, у нас было не 6, а больше. Штука 8. Там они стоили, по-моему, по 5 или 4 евро. А здесь стоят вон 1,3 евро. Но вот этот материал, его в руках прям аж противно держать. А у нас приятный. Тоже искусственный, но приятный. Так. Что здесь еще есть? Всякая дребедень для дома. Может быть, здесь есть контейнерочки для еды. Тоже какие-нибудь чиповские. Но пока ничего чиповского приличного не вижу. Такие интересные штуки продаются. И стоит вон 4,5 евро. Такая ваза. 10 евро. Очень вполне себе интересный дизайнчик. Это вообще вон по 5 евро. Ну вот это наверху, это прям Zara H&M Home. Стоит 6, нет, не 6 евро. Ладно, подороже. Сейчас выясним. Стоит вот 9 евро. Мне кажется, в Zara такая вот 1300 стоит, как минимум. Хороший магазин. Лайк. Хотела купить в этом пепка. Крычочки, чтобы как-то на них прикрутить зеркало. Но у них выдерживают они вес максимум 1 кг. А зеркало явно весит больше, поэтому не стала брать. Но взяла вонючую свечку. Типа на 27 часов хватает полного горения. Я думаю, нам хватит на месяц точно вечером зажигать. Стоит она 1,5 евро. Недорого. Пахнет яблоко и корица. Очень приятно. Без химозно. Ну, по крайней мере, на запах не очень химозно. А так приятненько. Так что сейчас еще зайду в один магазин, посмотреть еще крючочки. И потом пойду проверить с ЛМТ-шным консультантом, все ли у меня нормально с телефоном. Потому что Урал у меня телефон начал показывать, что он ловит ЛТЕ. Вот. Это очень нехорошо. Я зашла еще в магазинчик под названием Риме. Ну, это гипермаркет. Не знаю, обычный гипермаркет. Ну, типа Ашана, ленты. Ну, такого формата. Нашла там вот такой отбеливатель. Пишет, что на основе хозяйственного мыла. Не знаю, другого. Не было. Были еще пластинки, которые отбеливают все изделие, которое нужно кидать в стиральную машинку. А у этой сверху такая губочка. Типа замажешь на то место, которое грязное. И 10 минут держишь, и потом должно все очиститься. Я надеюсь, это сработает. Не знаю, как насчет хозяйственного мыла. Как это вообще работает. Но будем надеяться. У меня был по совету мамы отбеливатель на основе бычьей желчи. Ой, какой ветрища. На основе бычьей желчи. Вот он офигенски отбеливает. Ну, не только отбеливает. Вообще любые пятна, грязь убирает. Но здесь я такого не нашла. Хотя он вроде бы немецкий. Ну, попробую вот такой. Он стоит... Вот этот фрош стоит 2 евро. Может быть, с работы решил зайти на разведку еще вот в этот магазин. По названию кажется, что это Second. Но, может быть, нет. Сейчас проверим. Тут целая куча всякой дребедений на Хэллоуин. Может, сейчас что-нибудь забавное детское найду и на Трампа напялю. Вот, можно вот такую. Китость пампинг. Сколько это стоит, интересно? А, тут, похоже, действительно все на вес. Так, что здесь есть еще интересное для маленьких засранцев? Тыковка. Нет. О, вот что на него налезет. Так, посмотрим. Прямо нам нужно совсем что-то маленькое. На, карапуза, карапуза. Что может подойти Трампу? Ну, конечно же, для самого маленького костюмчик. Как это называется, я не знаю. В общем, надпись меня это, конечно, поразило. Еще вот такую штучку. В общем, сейчас померяем. Здесь есть еще и вон, азаровские даже ковтюньки. Короче, это получается как Second. Но очень много вещей новых. То есть, видимо, покупают огромным опытом какие-то остатки всего. И продают на вес. Сегодня стоит килограмм 41 евро. Можно посмотреть, в какой день, сколько стоит. Вон, 31-го будет супер распродажа. Сегодня новая коллекция. Вчера новая коллекция. Позавчера пришла новая коллекция. Сегодня стоит 41 евро. И вот пополнение. И, ну да, можно будет сюда прийти, например, 30-го перед Хэллоуином. Если что-то останется, то купить вообще задешево. Так, у меня два лота. Три евро один стоит. А второй, сейчас скажем. А второй, вон, вообще, 2,87. Ну, посмотрим, какую я возьму. Если я какого-нибудь вообще возьму сегодня. Обувка всякая. Дешевая. Ну, как дешевая, но вес дешевая. Поэтому я здесь, наверное, вряд ли пользуюсь популярностью. Авито и какие-то такие гаражные распродажи. Потому что надежды всякой за 3 копейки вагон. Вон, тут всякие пальто есть. Даже что-то, по идее, похожее на пальто Тедди. Ну, так. Так, у меня есть ощущение, что у него сходятся рукава. Нет, это просто такой дизайн. Ну, пожалуйста, пальто Тедди. Я вошла себе костюмчик на Хэллоуин. И шляпы, и платья. Платье-то, смотрите, какое просто секси-шмекси. С подъюбником. Есть единственная проблема. Я его сейчас держу. Но если его отпустить, оно мне слегка великовато. Но если подпоясать. то будет очень классно. Сейчас попробую найти какой-нибудь пояс. Вот и пальто типа Тедди. Оно приятное на ощупь. И правда очень похоже по фасону на Тедди от Макс Мара. И вот я тут. Я пытаюсь подпоясаться, но мне все равно все велико. Из-за того, что блямба мешает дальше затянуть пояс. В общем, развлекаюсь как могу. Ну, платье мне прям супер нравится. Оно хэбэшное, с бешеными черепами. Прям очень тематичное. Я думаю, что надо прийти сюда 30-го числа. Если что-нибудь останется, то за 14 евро за килограмм можно взять. Шляпа, правда, стопутово уйдет, потому что шляпа прям просто пушка. Шляпа нереально огненная. У нее, правда, падает хохолок. Ну, так тоже очень кокетливо. Так, платье сегодня стоит 22 евро. Но дороговато. А шляпа 6,3. 400 рублей. Ну, примерно. Я купила Трампу костюмчик. Не смогла удержаться. И сейчас приду домой, померяю на него. Уже все, иду домой. Хватит гулять, поскольку уже скоро начнется мой урок испанского. Надо подготовиться и проверить, как работает мой свеженастроенный интернет. Вот. Костюмчик стоил мне 2,38. Это прям по цене чашки кофе. Вот. Так что я очень довольна. Но подозреваю, что Ник скажет, что я совсем отъехала ку-ку. Вот собаку наряжает. Ну что, собака, иди ко мне. Ты посмотри, какой ты модный парень. Ну-ка, сидеть. Сидеть, молодец.